Цель моей сегодняшней встречи — это пробовать помочь нынешним управлянцам разбираться с собой и посмотреть, как в этом может помочь психоанализ. В чем принципиальное отличие психолога от психоаналитика? Чтобы нам немножко дать азов. Азов. Психология исходно ориентировалась на исследование внешнего мира и внешнего поведения. Первое отличие, которое случилось в психоанализе, Фрейд сказал, что первое вначале было сновидение — это продолжение духовной жизни конкретного человека. А затем оказалось, что и все внутренние переживания являются продолжением его духовной жизни. И то, что раньше называлось субъективным, и до сих пор называют субъективным, особенно в медицине, даже не столько в психологии. Человек приходит к врачу, вот болит сердце. Кардиограмма, все анализы, КТ, МРТ и так далее, и так далее. У вас ничего нет. Это у вас субъективное. Но у человека то болит. И вот Фрейд Первен сказал, что субъективное имеет такое же право на существование, потому что оно объективно для одного единственного человека. Второе, у него есть красивая фраза, при внимательном рассмотрении различие между индивидуальной психологией и общественной психологией в значительной степени теряет смысл. То есть то, что происходит с отдельным человеком, невроз, психоз, может произойти и с обществом. Невроз и психоз. И когда, если вы не против, я затронусь в современные события, я всегда говорю, вы понимаете, ведь в 1933 году Гитлер пришел к власти. В одной из самых культурных, самых высокообразованных, подаривших миру десятки выдающихся философов, физиков, математиков, художников, писателей, наций, и через шесть лет вся эта нация, по-моему, фактически, ну, скажем, может быть, с чем 10% становится фашистами. Я, некоторые описывают это как социальный невроз, я говорю, это социальный психоз, индуцированный социальный психоз. Но об этом писал еще в свое время Крепелин, выдающийся психиатр. И он говорил так, что паранойя у человека развивается постепенно, точно так же, как у другого человека формируется его характер. Но затем появляются дополнительные факторы. Паранойя начинает верить в свои идеи и проповедовать свои идеи, и искать единомышленников. И далее Крепелин пишет, и часто это очень успешно удается. Так вот, я опять возвращаюсь к идее, что разница между социальной психологией и психиатрией при пристальном взгляде не так уж велика. Вот это очень важно. То есть это, по сути, термина, между которыми можно поставить знак. Да, можно поставить диагноз социуму, можно поставить диагноз нации. А чего стоит ждать, когда приходишь к психоаналитику? Ну, ждать можно разного, все зависит от квалификации психоаналитика. Как и везде есть хорошие психоаналитики, и плохие психоаналитики, и начинающие, и зрелые. Мы говорим про хорошего зрелого психоаналитика. Это вам большая гарантия, что вы будете впервые в жизни выслушаны. Я говорю, как-то ко мне приходит молодая коллега, и говорит, ко мне приходит пациент, говорит, все 45 минут, платит и уходит. И так уже 10 сессий. А я ничего не делаю. Я говорю, родная моя, вы делаете для него то, что для него не сделал никто еще ни разу в жизни. Вы его слушаете, сколько бы он ни говорил. Как обычно протекает беседа? А, у меня точно такое было. Сейчас я тебе свою историю расскажу. Самое сложное, чему научить психоанализе, это умение слушать, не перебивая и не изменяя ход беседы. Но сейчас попытаюсь на кратком примере, тоже многократно, но и описанном, пояснить. В процессе общения с психоаналитиком он не имеет права стимулировать никакой материал, кроме того, который приносит пациент. И очень хорошо это демонстрирует такой случай, он такой буквально уже хрестоматийный у меня. Моя тоже, ну, уже достаточно зрелая коллега, работает с женщиной, с пациенткой, с зрелой женщиной, у которой сын известный спортсмен. А она докладывает, я сказала, пациент сказал, я сказала, пациент сказал. И она говорит, пациентка говорит, когда мой сын болен, я даже не могу заниматься сексом. А я спросил, а как к этому относится ваш муж? Я говорю, стоп! Разве был в тексте пациентка муж? Его там не было вообще. Там было, когда мой сын болен, я даже не могу заниматься сексом. Любой вопрос аналитика вытекает из предыдущей фразы. А из предыдущей фразы вытекает только один вопрос. А как связаны ваш сын и ваш секс? И так по отношению ко всему. Мы работаем только с тем материалом, который приносит пациент. И не навязываем ему никакую точку зрения. Не выступая ни в роли священника, который отпускает грехи, ни в роли прокурора, который в чем-то обвиняет. Мы просто слушаем и помогаем пациенту понять самого себя и найти решение своей проблемы. Самая главная идея, которая лежит в основе психоанализа, которую, ну, в некотором, в жестком варианте сформулировал я, состоит в том, что и проблема, и способы ее решения всегда принадлежат тому человеку, который формулирует проблему. Поэтому те, которые пытаются решать за пациента, это не психоаналитики. Это советчики, я не знаю, друзья, знакомые, но не психоаналитики. И здесь часто вот, вы не задаете этот вопрос, но ведь пациенты часто требуют, дайте мне совет. Я говорю, отлично, я дам. Скажите, какой совет вы хотите получить, я его вам дам. И он тогда начинает искать, какой же совет он хочет получить. Это очень непростая работа. Я не сомневаюсь, потому что, когда я готовился к интервью и начал читать учебник под вашей редакцией, то я как раз для себя сделал вывод, ну, может быть, такой обывательский, что, во-первых, психоаналитик — это специалист по воспоминаниям. Как у меня вот сложилось такое обывательское мнение. А второе — это можно пойти изучать психоанализ только ради того, чтобы научиться слушать. Потому что вопрос коммуникации, которые возникают у нас регулярно. Человек же очень общительное существо. И как раз умение слушать — это то, чего сильно не хватает. Поэтому я для себя так подумал, что, ну, вот отлично, можно пойти. Это самый трудный навык. Получить? Да. Тогда сразу к нему перейдем. Я не планировал, но сейчас, раз мы уже определили, что это самый трудный навык, а за счет чего, как вы учите этому умению слушать? Для того, чтобы человек этому научился, он должен, как мы говорим, полностью ехать в профессию. когда приходят студенты, я им обычно на первой лекции или на встрече со студентами говорю, мы ничему вас не сможем научить до тех пор, пока мы вас не заразим психоанализом. Любой гуманитарной проблемой нужно вначале человека заразить, чтобы он ее проверь, поверил и проникся ею. Вот когда он проникся, после этого начинается изучение и, понимаете, скажем, если я скажу на обывательском языке, что каждый человек больше всего на свете любит всего одного человека, самого себя, и еще больше этого он хотел бы, чтобы он на этом свете был хотя бы еще один человек, который полюбит его так же сильно, как он любит самого себя, а поскольку это, он знает, что такого быть не может, влюбленные постоянно переспрашивают, а ты меня любишь, а ты меня любишь? Это не звучит. Это просто смешная, немножко веселая фраза. Ну да. А вот когда человек изучает, как функционирует психика, как формируется личность, как зарождается личность, а ведь личность появляется, не все об этом знают, как только ребенок начал узнавать себя в зеркале, появилась личность. Вот у меня недавно знакомый был, мне говорят, ребенок уже папу в зеркале узнает, а себя еще нет, потому что папа вовне, а понять, что это он, как только он узнал, стал личностью. И для любого человека самое любимое изображение, это, конечно, я. Естественно. Красивый, некрасивый, но это я. Это особенно наглядно, ведь человек формирует свои облики внешние и внутренние на протяжении всей жизни. Это неправда, что человек повзрослел и стал взрослым. Мы становимся детьми, остаемся детьми до самой глубокой старости, вплоть до гробовой доски, как говорится, и постоянно растем. Только рост отбывает по-разному. Одни люди, даже утрачивая навыки, духовно развиваются. Все-таки душа есть. И духовное взросление это не знание, не навыки, не образование. Я говорю, что у меня были знакомые, ну, правда, уже, правда, их нет. Один помощник скульптора с семью классами образования. Высоко духовно лечить. С ним можно было общаться сколько угодно часов. А другой, имейте три высших образования, а говорить с ним не о чем. Так вот, формирование духовности, это тоже входит в обучение психоанализу. Потому что нужен не просто интерес к человеку, а вот что у тебя, а это у тебя, как на работе, как дома, как с женой. Любой человек, который приходит, о чем бы он ни говорил, он прежде всего говорит о себе. Можно я вам, друге, расскажу? Рассказывайте. Он все равно говорит о себе. А вот у меня была приятель, если рассказывайте. Он имеет право говорить все, что ему приходит в голову. И даже в любых выражениях. Цензурных или даже нецензурных. Мы не осуждаем. Язык пациента это его визитная карточка. Это результат его воспитания, его представление о себе, о мире и так далее, и так далее. И вот приходит к тому, что научиться слушать это результат всего периода обучения. Нельзя научить психоанализу за 6 месяцев или за 3 месяца. Мы проверяли этот вариант минимум 2,5-3 года. То есть психоаналитическое мышление должно созреть и стать уже самостоятельным фактором. Я когда был начинающим терапевтом, я себе на листочке писал 20-30 вопросов, чтобы вдруг, если пациент замолчит, о чем-то его спросить. Другого выхода не было. Я был абсолютно глуп, как психотерапевт. сейчас у меня такой проблемы вообще нет. Я работаю с тем, что говорит пациент, и у меня всегда, если он остановился, есть продолжение его мысли, которые я ему подсказываю, не навязываю, а подсказываю. Как быть с руководителями? Ожидать от них, что они пойдут учиться психоанализу, даже после нашей сегодняшней передачи, мало вероятно, что это произойдет. При этом, мне бы хотелось все-таки 2-3 совета, как лучше слушать, потому что, может быть, после того, как прослушают нашу с вами беседу, начнут больше слушать сотрудников, потому что из-за этого страдают и конкретные люди, и организации в целом из-за плохих коммуникаций. Я тоже волей-неволей не только психоаналитик, но и руководитель. Но я вам должен признаться, что, конечно, моя профессия психоаналитика мощно сказалась на стиле руководства. Я, если провожу совещание или ученый совет, я не перебиваю ни одного сотрудника, только если уже он улетел куда-то там далеко заоблачно, говорят, профессор, это такой человек, который начал говорить, его можно только согнать с трибуны. Тогда я прошу чуть покороче. Но я всех выслушиваю. Тем не менее, когда мнения разделились, допустим, и непонятно, какое коллективное мнение, естественно, приходится действовать как руководители. Мы посоветовались, и я решил. Но слушая советы, нужно не просто сравнивать их со своим вариантом решения, а в каждом совете искать рациональное зерно. Люди, которые вас окружают, ваши подчиненные, кто-то хочет себя проявить, кто-то хочет подставить другого, это тоже нормально, кто-то с кем-то конкурирует, кто-то кого-то не любит, поэтому не всегда будут противоположные мнения, или они у каждого будут свое особенное мнение, но выслушать нужно всех и быть терпеливым. Руководитель-то прежде всего терпение. Но у меня есть еще одна личностная черта, которая мне очень помогает по жизни, я только недавно ее узнал от своих сотрудников, лет 15 назад, я не умею повышать голос, вообще не умею. И я ни разу ни на одного сотрудника не накричал, не стукнул по столу кулаком, не обругал, не оскорбил, но это такое внутреннее, я только недавно считал, что так и должно быть. После выхода этого интервью может выстроиться очередь в ваш отдел по работе с персоналом. к руководителю, который никогда не кричит. Ну, вы знаете, от этого плохо не было бы. Я когда был лет 15 назад последний раз в Германии, был как раз столетие немецкой врачебной ассоциации, и там же было отдельно заседание секции психоанализа. Я смотрю, что на эту секцию то прибыли депутаты Бундестага, а прибыло депутатов Бундестага человек 50. Я говорю, а что они в таком почете? Да нет, это все наши пациенты. У них же трудная работа. Поэтому, если у человека трудная работа, конечно, лучше идти к психологу или психоаналитику опытному. мы сегодня с вами вряд ли успеем поговорить о том, что такое психологические защиты, но наверняка вы знаете, что чаще всего инфаркт и инсульт это итог многолетней напряженной работы крупных руководителей. так вот, я это стал недавно относить еще к одному варианту психологической защиты. Надо себя защитить как личность. это не я не смог справиться с ситуацией, просто здоровье подвело. Я себя сохранил как личность, я не виноват, подвело здоровье. Но это уход от проблемы путем самоповреждения. Когда человек приходит, у нас накапливаются у всех негативные эмоции, а негативные эмоции, это я говорю, как если бы мы ели всякую гадость, а потом жаловали, что болит желудок. Когда мы накапливаем много негативных эмоций, тогда нужно прийти лучше к всего, но я здесь корыстен психоаналитику. Типичный вариант, не раз в жизни слышал, когда вот пациент, либо лицом к лицу мы работаем, либо он на кушетке, встает, а у меня ковер в кабинете лежит, он говорит, Михаил Михайлович, ну и кучу дерьма я вам навалился на ковре. Я говорю, отлично, приносите еще, я все уберу и вываливайте еще. Нам же приходят анекдоты рассказывать. К нам приносится самое мерзкое, гадкое, противное, то, что накопилось, то, что не дает нормально жить и чувствовать себя счастливым и свободным. да, я почитал вашу книгу «Частные визиты» и как раз удивился тому объему тех негативных историй, которые вам и вашим коллегам приходится услышивать. Спасибо. Это факт и хочется поблагодарить за то, что вы еще скоро выйдет третье издание этой книги еще дополнением двумя. Будем ждать. Спасибо. Коснулись того, что вы и руководитель, одна из ваших ролей, и я как раз хотел спросить, учитывая, что ролей у вас много, вы и психоаналитик, и преподаватель, и руководитель, как вы в этих ролях не путаетесь, а самое главное, как в этих ролях не путаются ваши сотрудники? Нет, иногда путаюсь. Путаюсь, и фразы, я сейчас сразу вспомнил, что я так иногда разговариваю и с женой, и с сотрудниками, прости, но я не твой психоаналитик, я твой муж, или я твой начальник, поэтому если у тебя есть проблемы, вот эти вот, с этими проблемами туда-то, а у меня должен приходить на работу в хорошем настроении, в хорошем состоянии, и радовать меня своим присутствием, не только своим трудом. Понимаете, я ведь в свое время выбил для себя еще одно правило, оно может быть циничное, но я скажу вам правду, что если сотрудник меня раздражает, даже если он хороший сотрудник, если он мешает мне себя, как первому лицу, чувствовать комфортно на своем месте, от него нужно избавляться, от моего комфортного самочувствия, от моего эмоционального состояния на рабочем месте, зависит весь коллектив, их зарплата, их премии, их развитие и так далее, поэтому руководитель должен тоже с этой точки зрения оценивать окружающих, я не сторонник всякой экстрасенсорики, но есть люди вампиры, один раз был такой не буду говорить на какой должности человек, который заходил ко мне в кабинет, выходил, и я чувствовал, что сил больше нет, настолько он был для него невыносим. Попрощались и стало легче? Как? Попрощались и стало легче? Конечно, попрощались ласково, я не искал повода уволить, я просто сказал, у меня есть еще одна близкость для руководителей, поделюсь, когда ко мне приходит человек любой, ну, естественно, не беседуют вначале кадровики, юристы, мои заместители, потом приходят ко мне, я беседую с человеком и говорю, значит, во всех случаях у меня существует истательный срок три месяца, через три месяца вы можете прийти ко мне и сказать, Михаил Михайлович, я вас полюбил или полюбила больше мамы и папы, больше мужа и сестры или жены, но я решил уйти и можете мне ничего не объяснять, согласны? Согласен или согласна и когда не соглашаются, я говорю, ну, у меня тоже есть такое же право, через три месяца сказать, к сожалению, мы прерываем наш договор о трех месяцах и ничего не объяснять, потому что был опыт у меня по юности, но девушке я в неделе-две объяснял, почему не можем работать вместе. Вот такой договор обоюдный. Михаил Михайлович, все-таки я думаю, что вы не очень часто путаете роли с руководителями, со мной, с моими знакомыми, это происходит. Какой можно совет дать, чтобы если нужно руководитель, то ты руководитель, а не коллега, не знакомый и наоборот, и не преподаватель, не тренер. Как все-таки в них? Я не могу дать какого-то определенного совета, потому что мы все играем разные роли. В одной роли я муж, в другой роли я отец, в третьей роли я друг своих друзей, которым я могу простить все, что угодно, в третьей роли я руководитель, в четвертой роли я терапевт. Смешение ролей происходит безусловно в какой-то степени. то нужно себя настраивать на определенные роли. Но самое главное, вот один из принципов, который я себе часто повторяю, что бы ты ни делал, самое страшное, что может произойти, это потерять самоуважение. Исходи из этого принципа. Никогда не теряй самоуважение. тебя могут не уважать десятки человек. Главное сохрани самоуважение. Да, я сейчас задумался, просто подвожу такую для себя небольшую черту от того, что услышал с начала разговора. И мне очень откликается то, что вы говорили про комфорт руководителя, что нужно об этом тоже думать, потому что именно через это оказывается... о любимом тоже нужно думать. И понимать, что твое негативное состояние может повлиять на значительно большее количество людей, чем на неверное решение, на улучшение самочувствия, на нежелание идти на работу, на что угодно. А руководитель должен лететь на работу, иначе он занимается не своим делом. Для меня очевидно, что базовые знания по психоанализу, они весьма полезны. При этом я понимаю, что многие слушатели захотят познакомиться поближе, но при этом диплом получать точно не пойдут. А где и как можно получить базовую информацию, базовые знания по психоанализу? Ну, такой вопрос уже возникал не раз, когда человек приходит и говорит, я каждый день сходить на занятия или через день на занятия не смогу. Диплом у меня уже целых три есть, диплом мне не нужен, можно я буду платить и ходить на занятия без аттестации? Пожалуйста. Примерно 80% из тех, которые получают дипломы, они тоже не становятся психоаналитиками. Но я еще ни разу не слышал ни от одного своего выпускника за 30 лет, что то, что он здесь изучал, было напрасно. все вспоминают годы обучения как одни из лучших лет своей жизни, что мы впервые узнали, что мир совершенно немножко другой, чем нас учили раньше. Он не стал хуже, но он стал яснее, понятнее, разумительнее, доступнее для понимания. Поэтому, пожалуйста, пусть приходят учиться, но научить за месяц или за два, или пройти какой-нибудь тренинг. Я не сторонник таких ускоренных методов обучения, потому что я сказал, самое главное это интроэцировать, принять в себя это знание, чтобы мы не спрашивали, вот как это делать. Если вам скажем, 6-8, 48 вы знаете, вот это вот так вот это знание должно быть там. А вы не сторонник быстрых семинаров, тренингов по той причине, что знание плохо осаждаются в головах. Эти тренинги ведь они в основном нацелены на некое психическое воздействие на окружающих. И я это сравниваю с механиком, который подходит ну, скажем так, после трехдневного обучения с напильником, с стамеской и кувалдой к компьютеру и говорят, ну, инструменты у меня есть, а с этим мы как-то разберемся. Нельзя с кувалдой, напильником и стамеской пододеть к компьютеру. Ты должен знать все, что там внутри, причем не железо, а именно программное обеспечение. Не жесткий диск что-то решает, не жесткий диск что-то считает, все считает программное обеспечение, что мы называем софт. И любой компьютер без этого программного обеспечения это просто железка. Любая голова, не наполненная знаниями, это просто кусок мяса. И мозг это просто ткань, такая же как мышца или кость. Так вот, для того, чтобы эта ткань стала высокоорганизованной тканью, требуются все-таки годы. То есть, для постепенного как раз познания, принятия вот этой информации, адаптации ее. сейчас же это называется, по-моему, интернет-шагание, который вот сейчас по телефону мы тебя научим, как стать успешным, как зарабатывать миллион, как окажет влияние на людей, это чушь. Я когда задавал свой вопрос, то я скорее ориентируюсь на то, что я, например, люблю получать знания из книги. И вы просто скажете, прочитай хотя бы вот то-то и то-то, для того, чтобы обеспечить себе там минимальный уровень по этому предмету. Минимальный не из претензии на какую-то работу или использование, просто где вот получить минимум именно азы. Вот. То есть, я не ожидал, что вы сейчас скажете, у нас есть специальный закрытый курс из двух дней, где можем для вас это организовать. Даже если вы прочтете там две-три книги по психоанализу, ну, когда я писал первую популярную книжку «Элементарный психоанализ», такая тоненькая, она заканчивалась словами, там было описано почти все в тезисах. А закончили ее словами, если вы думаете, что вы хоть что-то узнали о психоанализе, это глубочайшее заблуждение. Вы только прикоснулись к нему. Потом были годы преподавания, первый учебник, которым вы восхищаетесь, был задуман мной 20 лет назад. но мы еще были незрелы к этому, потому что одному писать учебник это невыносимо, человек не может знать все разделы досконально, и когда мои сотрудники принесли те разделы, которые они написали, я понял, что рано, прочитывалось еще 20 лет, пока созрел качественно другой учебник. Я для наших зрителей просто покажу, что это основа психоанализа под редакцией Михаила Михайловича. Это то, чем я восторгаюсь, потому что я сейчас читаю не только... Я могу проявить, не скромность, пусть ее как хотят, так и оценивают, но этот учебник мы написали в 2014 году, он уже выдержал три переиздания в России, он уже переведен на английский и издан в Вене, и в университете Фрейда учится по нашему учебнику, после этого он переведен на сербский, и в сербском институте психотерапии учится по нашему учебнику, после этого он переведен на армянский, и армяне имеют его в полном составе, после этого частично на азербайджанский, только частично некоторые главы, и частично на арабский. Это счастливая судьба. Мне попалось в руки как понять, стоит ли обращаться к психоаналитику, но по сути из нашего уже, из нашей беседы уже можно сделать вывод, что психоаналитик не повредит любому, но вы как раз сказали, что есть разные психоаналитики, а как найти вот своего правильного, хорошего психоаналитика. У вас всегда есть выбор, не понравился этот, идите к другому, это так же, как в магазине одежды, я говорю, или продуктов. Вот мне этот психоаналитик не нравится, потому что он ходит в зеленом пиджаке, мне нравится в коричневом, или я хочу с женщиной, я хочу общаться с женщиной, и так далее. Как выбрать и когда пойти? В нашем обществе до настоящего времени существует со временем вбитая в сознание людей идея, что сильный человек это тот, кто справляется со всеми своими проблемами самостоятельно. Это полная глупость. Каждый из нас когда-то идет к другу, по юности к маме, к папе, по совету, это значит сам уже я не могу. Но я здесь дальше поясняю. Скальпель это тоже нож. И можно колбаску с другом посидеть, пошинковать лучок, налить, обговорить, но в руках специалиста он становится медицинским инструментом. То, что мы оперируем речью, говорят, ну что там, разговаривайте с пациентами, что вы делаете? Мы не разговариваем с пациентами. Мы говорим, что слово это такой же острый фактор, как кинжал. Им можно убить, им можно ранить, оскорбить, унизить или поднять. Так вот, мы говорим, для того, чтобы прийти, нужно сначала осознать, что есть проблема, осознать, что есть проблема, которая мне не решается самостоятельно, и мне нужен специалист, который разбирается в том, что такое психика. Потому что все считают, что я уже разбираюсь в жизни, все считают, что я разбираюсь в политике и в психологии. Нет. Для того, чтобы разобраться в себе, тебе нужен специалист высочайшей квалификации, который не унизит, не оскорбит, не причинит зло и не причинит добро, как некоторые говорят. сейчас мы тебя догоним и причиним тебе добро, скажем, как дальше жить. Нет, не скажем, пока ты сам не поймешь, что с тобой происходит. Это приход к психоаналитику, я говорю, это путь к себе. Все так просто. Все? Нет, конечно. Меня очень давно беспокоит такой еще вопрос. Взрослые люди со временем утрачивают способность учиться. это мое такое частное мнение. Может быть, это потому, что хватает прошлого опыта образования, не самого удобного. А вот как возродить или как научить людей учиться? Будет ли у вас какая-то версия? Сложный вопрос, потому что есть люди любящие учиться. Вот перед вами такой человек. Причем я всегда знал и сейчас знаю, что я никогда не отличался с особыми способностями. Мой младший брат, родной брат, к сожалению, покойный, два года назад от лейкозы умер, он всю жизнь, все уроки делал максимум 20 минут. И он все знал. И в мединституте также учился. И потом был прекрасным врачом. Я школьные уроки делал в среднем 3-4 часа в день. Каждый день. Бывало и больше. В медицинской академии я тоже учился с утра до вечера. И когда мои друзья шли, ну, скажем, попить сухого венца, нормально это было тогда, пиво, это было максимум трехлитровый бидон на шесть человек. Я шел в библиотеку сказать, что вы любили читать. Понимаете, я любил не просто читать. Мне было интересно прочитать те работы, на которые ссылаются в учебнике. И открывая эти работы, вдруг понимал, что учебник-то пересказывает плохенько и не интересно, что сама по себе эта работа куда интереснее и глубже, чем написано в учебнике. Может быть, так и должно быть, потому что и наш учебник тоже только по верхам. Но меня тянуло к первоисточникам. Привить любовь к учебе это можно только с детства. Пока только с детства. пока я с горечью и болью смотрю на нынешнее поколение, которым с пеленок прививают любовь к гаджетам. Времени нет у родителей, заняты, вот тебе малышечка. И он уже и мультики включает, и песенки включает, и игрушки, кнопочку нажал сказку, рассказывает, другую игрушку взял, песенки поет. Но в психоанализе есть одно мощнейшее открытие. Ребенок любит не игру, а того, кто с ним играет. И поэтому, когда говорят ребенок за то, что мать выбросил его компьютер, выбросил мать из окна. Это правда, случай реальный. А кто такая мать? Он любит компьютер. Это его и мать, и отец, и брат, ты друг, Вот, мы, к сожалению, пока поколение гаджетов торжествует, и куда оно приведет, я не знаю, но я думаю, что будущее поколение будет даже менее здоровым психически, чем мы. К сожалению, такой прогноз. Несколько традиционных вопросов, тем более, уже коснулись того, что вы любите учиться. А какие авторы книги привели на вас большое, мощное впечатление? Книги, которые повернули мое мышление, ну, наверное, вам покажется странным и смешным даже Аристотель, трактат о душе. Я учитывался несколько раз, и вдруг думаю, откуда он знал или предполагал то, что я сейчас на уровне двух тысяч лет могу развить в идее. И вот моя теория, нематериальная теория психики, она началась с трактата о душе Аристотеля. Второе, безусловно, Сеченов, Иван Михайлович Сеченов, Иван Тверович Павлов был в то время дикий восторг. Я выучил всего цитаты наизусть. И студенты восхищались, когда профессор вдруг цитирует Сеченова. Смеется ли ребенок при виде игрушки? Улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за издичь любовь к родине? Дрожит ли девушка при первой мысли о любви? Создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге? Везде конечным актом является мышечное движение. Кажется так красиво, глубокомысленно. Но вот недалеко месяц назад я написал работу, она скоро выйдет, могу вам потом подарить, там все понятно, где фактически, как сказал рецензент, вы камня на камне не оставили отсеченного и от Павлова. А статья называется в кавычках «революционный путь в тупик». Это были безусловно выдающиеся теории на определенном этапе. Но сейчас они стали тормозом. Есть такое понятие нагруженность теории. Когда вы делаете новые эксперименты, отталкиваясь от старой теории, 99% подтвердят ту теорию, на основе которой вы их делаете. запрещенная книга, когда я учился, Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, лорд Фрэнсис Гальтон, наследственная таланта. Восхитился и моим первым увлечением были психотехники, исследования интеллекта с помощью различных тестов. Я сам разработал батарею тестов, которая применялась во всех вооруженных силах. СССР. Была признана, отдана приказом министра обороны. После этого, наверное, работа, которая оказала самое большое влияние, я назову это «Психология массы и анализ человечества». Зигмунда Фрейда. Я прочитал ее, когда мне было 21 год впервые, и попал, наверное, прежде всего под литературное обаяние автора. Вы, наверное, знаете, что Фрейд имел всего на всю одну премию, Ганкуровскую, как литератор. Да. И я попал под обаяние. Ее глубокий смысл я начал понимать только, когда занялся параллельно со своей основной работой политической психологией. Это уже были, ну, скажем так, предъельчинские и постъельчинские годы. Вот читал Фрейда, а последние годы, если я что и читаю, то это на любой странице открываю мастер Маргарита, а все остальное только по специальности. и то те книги и статьи, которые уже, ну, скажем так, стали на слуху. Когда мне говорят, вот, вышла у кого-то книга какая-то, надо посмотреть. Я говорю, если через 10 лет они еще будут говорить, а я еще буду жив, я посмотрю. А пока пусть отлежится. Читаю авторов книги, которых издавались там 20-30 лет назад, уйдет же лет 10 переизданий это уже стоит. Да, это тоже можно взять как хороший совет по по чтению. Последний вопрос, чему и как вы учитесь сегодня? Сам? Сами. Наверное, прежде всего думать и то, что мне нравится. Знаете, ведь самое трудное не найти какое-то нестандартное решение. Нужно вначале поставить перед собой какую-то нестандартную задачу. Или, вот я часто использовал в своих публикациях особенно на вводе идею Эйнштейна. А он говорил так, ты никогда не сможешь решить проблему, если будешь думать так же, как тот, кто ее подставил. и тогда тебе нужно найти какой-то абсолютно новый вариант решения этой проблемы. К сожалению, время нашего разговора подошло к концу. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Пути развития» был Михаил Михайлович Решетников. Выдающийся человек, психолог, психоаналитик, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный профессор Венского университета имени Зигмунда Фрейда. Михаил Михайлович, спасибо огромное, было очень интересно. Спасибо вам за приглашение и за серьезные вопросы. Я к ним не был готов, поэтому долго думал о некоторыми. Спасибо. Спасибо.